Продолжается благоустройство городских дорог. Работы по нанесению новой разметки на проезжую часть завершены более чем на треть. На днях водители по достоинству оценили обновленный перекресток проспекта Карла Маркса и улицы Труда. Свою оценку сделанному в ходе очередного объезда дал глава Магнитогорска Сергей Бердников. Свою традиционную рабочую поездку по городу Сергей Бердников начал с оценки дорожной разметки. Практически полностью завершены работы на центральных магистралях правого берега и главных улицах Левобережья. На утро 8 мая из 600 километров магнитогорских дорог новая разметка нанесена на 170, а из 45 тысяч квадратных метров пешеходных переходов обновлены уже 16 тысяч. Особый акцент глава сделала на соблюдении технологий нанесения разметки, которая должна строго соответствовать погодным условиям. Второй важный момент – качество светоотражения. Часто, особенно вечером видно, когда на пешеходных переходах или даже на зимних линиях видно, что, наверное, либо мало, либо с нарушением технологии укладываются эти светоотражающие шарики. Необходимо еще раз смотреть. Ну и третье – сроки. Как мы говорили, при благоприятном стечении погодных условий середина мая мы должны закончить. Долгожданное для автомобилистов событие – появление качественного покрытия на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Труда. Он и прежде был не самым комфортным для проезда, а после монтажа новой трамвайной ветки в конце минувшего года стал еще более проблемным. Сейчас это, несомненно, один из самых гладких перекрестков в городе, где есть рельсы. Первую серьезную работу магнитогорских дорожников в новом сезоне глава оценил по достоинству. Это важно посмотреть, не забыли ли, не разучились ли за зиму. Ну, вижу, что нет. Молодцы. Поэтому я думаю, что дальнейшие наши все реализованные проекты в части ремонта будут вот такого качества. Единственное, что мы не наносим тут же разметку, потому что мы уже пробовали, даже убедились, хотя и знали. В теории нельзя сразу наносить разметку, потому что выступает еще битум, и белая краска тут же впитывает себя, и она получается, собственно говоря, уже не белого цвета. Так что свежая разметка на этом перекрестке – вопрос будущей недели. Что касается следующих рабочих объектов, на очереди перекрестки проспекта Карла Маркса с улицами 50-летия Магнитки и Зеленый Лог. Там тоже прошла новая трамвайная линия, а вот успеть завершить укладку дорожного полотна до зимы было нереально. Сейчас эти работы ведутся. Задача – свести в один уровень асфальт и рельсовые пути, чтобы проезд был не менее комфортным, чем на Маркса Труда. Полностью на все работы мы берем до конца мая, но я думаю, к середине мая мы уже все переезды восстановим. То есть они получат вот тот проектный вид, который обеспечит надлежащий проезд через новые трамвайные пути. Всего же, по словам Сергея Бердникова, ремонтные работы в этом сезоне, как уже несколько лет подряд, планируются провести примерно на 40 километрах городских дорог. Минувшая зима с частыми заметными перепадами температур добавила дорожникам немало хлопот. Весной мы с вами ощутили очень много ям на дорогах, и сегодня они есть. Но наша задача в самый короткий срок ликвидировать все ямы. Поэтому временно мы ликвидируем все ямы, уже, скажем, наверное, я думаю, с середины мая мы эту проблему уберем. И постепенно в течение лета приведем в порядок уже в капитальном варианте. Павел Зайцев, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.